Это рыба чир, это северная рыба, это все свежевылов. У Светланы Буриченко сеть магазинов с рыбой, кальмарами, моллюсками, креветками и прочими морскими деликатесами. Часть продуктов на прилавках, а другая хранится на Красноярском хладокомбинате. Говорит, там лучшие условия складирования и ответственного хранения. Но в середине января хладокомбинат объявил о разрыве договора в одностороннем порядке. До 14 февраля всю рыбу нужно оттуда перевезти. Беда в том, что на других складах условия на порядок хуже и в разы дороже. Светлана переживает. Теперь, чтобы покрыть новые затраты, нужно будет повышать цены. Стоимость тарифа сейчас уже выше в 2,5 раза. Плюс дополнительно нужно будет оплачивать электроэнергию по счетчикам. Ну и опять же удаленность логистическая. То есть это все будет ложиться на нас, на предпринимателей и на плечи покупателей. Второго хладокомбината в Красноярске просто нет. Здесь особая технология мягкого холода, которая позволяет хранить мясо, птицу, рыбу в открытом виде. А еще здесь молочная продукция, овощи, фрукты. Но в понедельник холодильные установки комбината намерены остановить. Всех арендаторов отсюда выселяют. Предприниматели теперь в спешке решают, куда девать свои продукты. Альтернатива небольшая. Многие пытаются купить морские контейнеры-рефрижераторы. И говорят, что качество товаров может пострадать. А придет жара, и город может столкнуться с дефицитом заморозки. Можно и перебои получить с этими смороженными продуктами. Сейчас-то зима, сейчас как бы более-менее попроще. А сейчас ближе весна наступает, и все. То есть непонятно, что делать, куда это вести. Все остальные морозильные камеры морозят с помощью кондиционеров. Это заветривание продуктов идет. Их нельзя без упаковки хранить. Против закрытия и рядовые сотрудники хладокомбината. Они даже жаловались президенту Путину, но тщетно. Руководство хладокомбината никак не комментирует причину закрытия предприятия. И, судя по всему, почти 60-летняя история предприятия подходит к концу. Это кадры из 90-х. Тогда казалось, что у хладокомбината еще все впереди. На предприятие запустили новую датскую линию по производству мороженого. Но затем что-то пошло не так. Выпускать десерты перестали, остался работать только склад. Приговор комбинату фактически подписали красноярские градостроители. Архитекторы Красноярск граждан проекта весной прошлого года разработали изменения в генплан города, которые позволили строить здесь жилые дома. Стоимость земли выросла, и собственники хладокомбината, по нашим данным, решили ее продать. Здешние арендаторы говорят, глаз на это место положила крупнейшая строительная компания края – СМ-Сити. Вот как комментирует эту информацию застройщик. В новом генеральном плане города большая часть территорий в районе улицы Телевизорная переходит в зону смешанной общественной и жилой застройки. Поэтому мы, как и другие строители Красноярска, ведем переговоры со всеми собственниками земельных участков в этом районе с целью строительства жилых домов. Переговоры находятся в совершенно разных стадиях, поэтому говорить что-то определенное преждевременно. На сегодняшний день мы имеем пока только один земельный участок под строительство в этом районе города, на переулке Телевизорном. Пока там происходит предпроектная подготовительная работа по межеванию и изучению технических вопросов. Правда, изменения, подготовленные граждан проектом в генплан, серьезно дискредитированы. В сентябре прошлого года задержан заместитель руководителя этого института Антон Погурец. Правоохранители тогда заявили, что правки в главный градостроительный документ он готовил за щедрые подарки от строителей. В итоге новый генплан до сих пор не утвержден, но, кажется, строители эту шкуру уже поделили. Виталий Поляков, Сергей Кашин. Новости ТВК. Новости ТВК. Новости ТВК.